А кто судья? Христос. Как он может судить, если он не Бог? Когда один Бог судит-то? А пископ встает там один и говорит Я свою подпись дезуиваю. Снимаю. Второй снимаю. Третий, четвертый. Семь садиписков Все спер, стерли. Ария В заключение пошел. Один дьякон. Но это будущий патриарх. Главное вязаться в дыраку, а там видно будет. А он не слушает. Это ничего еще не говорит. Ну, женился. Год прожил. Жена бесплодная. Что делать? Люди придумывают закон. Вот у евреев. Она родила ему пятерых. И ни одного сына нет. Имеет право развестись. Израилю нужны солдаты. Каждая израильская девушка знает. Я должна подарить Аллаху пять сыновей. А у Бога другой закон. Бесконечно молись ежедею. Десять, пятнадцать, девятнадцать лет любят. Большое время дня и ночи с ней проводят. А детей нет. И на двадцатый год и говорит, знаешь, а у меня прекратилось то-то. Наверное, я беременна. Беременна. И родится кто? И дальше мы знаем продолжение рода. А он молился, Исаакий. Бог дал. У нас назначает как? Муж потерялся. Без вести пропавших. Ну, молодая. Ей одной трудно там. Ничего нет. Муж потерялся. Церковь восстановилась. Семь лет. Потом пять лет. Пять лет известий нет. Ни в плену, нигде. Женился. Или ушел. Или погиб. Она вышла замуж. А он на пороге явился. А тут муж законный занимает. Другой уже постель. И мы видим, законы человеческие. Они не Божьи. Ну, как же Моисей давал разводное письмо. Сказал, давайте. Он говорит, по жестокосербию вашему. Женистю нельзя. Я его завел, убил, задавил жену, взял другую. И поэтому лучше дать письмо. Хотя бы она живая осталась. Это не Божий закон. Моисей дал по вашему жестокосердию. Он допускает. Она не слушается. Это ничего не значит. Вы действуйте. И не прекращай. Пока Господь не поставит преград. А как? А я не знаю. Ну, ему и говорил. Он тогда говорит. А там у нас кто там? А там мощи святого там у нас не резали, а похоронены. И он говорит. Иди ему и скажи, патриарх. Вот. Этот дьякон совершенно не слушается. Делает что угодно. Фарисий, ты, ну, помоги нам. Ну, мы не знаем, что делать. Его запрещали. И все, он все свое делал. Он подошел, поднял эту бумагу и говорит. Ты на том свете. Ты святой. Помоги. Не можем ничего сделать. Приходит, а тут противник уже мертвый лежит. Понимаешь? Мы не знаем истории, не знаем житья святой. И поэтому начинаем, как говорится, колбасить. Ничего это не значит. Бог проявляет нашу твердость. А я говорил. Ничего это не значит. Бог смотрит на нас, как мы будем. Еще раз повторяю. Бог говорит человеку, придите ко мне 1900 раз. 1900 раз в Библии написано. А отойдите только два раза. Один раз говорил здесь, когда человек с лукавством, с хитростью. Третий раз на суде, я никогда не знал вас. Мы должны знать математику. 1902. Почему? Бог есть любовь. И Он хочет, чтобы мы у Бога подобились Ему. Он нам говорит тысячи раз, а мы не слушаем. Он говорит тысячи сто раз, не слушает. И мы должны Ему уподобиться. Даже против тебя согрешить седьмие, жди седьми. А это 490 раз на один день. Это против всех человек грешит. Да каждый подошел бы. Я не верю в это. Любовь, Паша, и пилила бы в человеке этот грех. Он обязательно за человек начнет беспокоиться. Как так? Это все так. А другое, ладно. Это они такие. Это ладно. И за руку трясет, и благословляет. Вы просто будьте настоящими христианами. Мы на поприще. Не того, что грязь, не грязь, а ты беги. Итак, бегите, чтобы получить. Бегите. А я посылаю. А чего это было? Я уже говорил. Для чего идти? Я батюшке сказал. Ну, ты же знаешь, какой результат будет. Я говорю, не знаю. Ну, как не знаю, что ему сколько раз говорили, а он все равно свое делает. Батюшка, сегодня я не знаю результат. Я знаю вчерашний. А вчерашний, он не говорит, что всегда такой будет результат. Говорит, капля камень долбит. Вот падает капля, капля и капля. Это одна из самых страшных казней. Человека привязывает, а дальше капельница капает в мозги. Пробивает. А мы даже этого не знаем. Он не слушает. А это не означает, что он не сделает. Против меня так воевал человек один в Америке. Сказать нельзя. Всякие мерзости писал. Даже нельзя. И вдруг сообщает и говорит, примите его в интернете. Он хочет попросить прощения. Кто? Он. Сказали, вот ты веришь в это? Я не верю. И когда мы беседовали, он говорит, ну вы верите, что я прошу? Я говорю, я слышать слышу, не не верю. Но я прощаю. Я прощаю. Но у меня веры в это нет, что вы искренны. Это вы что-то, какая-то причина, болезнь там, или вас хотят рукополагать, вам надо. Там спрашивать не имеете, кто на вас что. Я прощаю. Ну а хорошее ли это дело? Хорошее. Знаете, как мне обидно, что вы мне не верите. Я говорю, ты гадил 10 лет. Ты уводил людей. Ты душил и за забором кто-то вставал, а маленький. И десятое поколение не войдет в народ Божий, написано. Израиль, когда шел, 5 миллионов человек примерно-то, ну и бывает, женщина с ребенком, закусик, а эти магнитяне сзади стрелами поражали. И сказано, они не войдут никогда в общество Господне. Никогда. Но я тебя на суд Божий отдаю. И у нас все прекратило. Он прекратил. Ничего нету сейчас. Вот уже больше полгода никакого злословия нет. Может по другими именами человек заходит, не знаю. Поэтому у меня опыт. Опыт такой, что на дружину хватит. У меня каждый день забота и каждый день ответы. Вот я выхожу. Покровский собор. Первый вход, который центральный, там с переходом где-то. Я только вышел. Две бабки сразу на салон упали. Меня ухватились вот так за сапоги. Плащать не отпускают. Я говорю, что случилось? Так мы же на вас говорили. Это нам настоятель, сказал отец Николай. А сегодня нам разъяснили, что он это созлание, этого не было. Вы всем бабкам помогаете. Та подошла мне и сказала, ты на кого говоришь? Баба, наплевать да забыть. Как Александр Иванович Устинов говорил всегда. Что это помнить? Это вчерашнее. Сегодня сияет солнце, а он есть свет. Слышала? У нас бы она этого не делала. А почему? А у нас там дыбу ног есть. А почему? И батюшка, этого делать нельзя. Не позволяй тебе за это отвечать. Тебя права-то на наводить порядок, а не поддерживать беспорядок. Батюшка, знаешь, у него какое качество? Он умеет против сказать. Но в этот же день он ко мне приезжает туда и говорит, Вот так надо было сделать-то мне. Батюшка не злопамятный. А злопамятный, вот мне то сделали, это Никон, Никон, то другое, там, 300 лет-то. Зато он говорит, уподобляет дьяволу. Я услышал, ужаснулся. Тебе простил Бог тысячи талантов, а ты 100 динаров, 100 рублей вышел и душить начал. Он говорит, вернуть ему долг. Злой ты, негодный раб. Я тебе сколько простил, а ты не можешь простить. Если отец Кирилл Сахаров в Москве, он ведет патриарши. Там патриарх бывает служит, и Павел VI служил. И он по-старобрядчески все ведет. Все по-старобрядчески. Я у него был, ребенка несут, причастить. Но ребенок еще не ходит. Под мышкой. Одна бабка подскочила, ему лесовку на руку накинуло, чтобы причащался с лесовкой. Там старобрядцам поучиться надо. Это единственный, кто получил похвальную грамоту от митрополита Корнилия. И как-то они поехали, он рассказал, какие старобрядцы хорошие, сейчас скажу. И как там у них показать-то. А старобрядцы заперлись в церковь, и не пускают, и в щели смотрят. Уходите, проклятые никоньяне. А эти тоже из автобуса. Экспедиция, экскурсия, вылезли. Но они, да куда ты звал? Да старобрядцы, да такие. Отец сказал, ну наши-то их гнали, жгли, давили. А они всего-то как кричат. Ну простите вы их, простите. Ну наши-то еще с ними со старобрядцами делали. Гнобили-то сколько лет-то. А вам одно слово сказали, уже все. Вы, наоборот, поклонитесь этому забору, через который они сейчас вас проклинают. И скажите, какие вы хорошие, вы нам напомнили, какие мы звери. Они нас не ударили этой доской, вырвали бы доску от забора, дошваркнули. Никоньяне проклятые. Нет. А все-таки говорят. И утешил их. А можно сказать, о, я не знал это, то, то, то. Любовь покрывает множество грехов. Простите, вы сами вопрос задали. Утешителю души истины, и же бездесны, и вся исполняй сокровища благих. И в жизни, подателю, и истины сяны, и очистены от всяких скверных. И спаси Боже души наши. Отец наш Небесный, благослови нас на сие занятия. Господи, прибудь с нами, укрепи веру в нас, открой наш ум к разумению Писания Твоего, Господи, чтобы исполнить нам все в точности и достичь Саштатого Небесного. Тебе за все вечное слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Мы проходим Евангелие от Луки с толкованием Блаженного Фефилакта. 57-й достиг. 65-й. 65-й. 1-й глава, 65-й стих, 3-й 75-й. И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской. Все слышавшие положили это на сердце свое и говорили, что что будет младенец сей. И рука Господня была с ним. И Захарий, Отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой, и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дону Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими, и поменяет святой завет свой, и поменет завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. Толкование. При чудесном проглаголании Захарии на всех напал страх, ибо как при наложении на него молчания народ пришел в изумление, так и теперь, когда он начал снова говорить, изумляются так, что по этим двум чудесам все могли уразуметь, что родившийся выше многих. Все это было по особенному смотрению, чтобы имеющий свидетельствовать о Христе был принят с полным доверием, и чтобы все убедились из самого рождения Иоаннова, что он выше многих. Захария благословляет Бога, призревшего на израильтян. Он действительно пришел к погибшим овцам дома Израилева, но очень многие из них не захотели принять благодати. Почему он и призрел на истинных израильтян, то есть на тех, кои уверовали. Воздвиг рог спасения, то есть силу и царство спасительное, ибо рог означает или силу, так как рогатые животные имеют силу в рогах, или царство, ибо цари помазывались из рога. Христос есть силой и царство Отца. Итак, для нас восстал рог спасения, тире Христос, ибо Он, по-видимому, почивал, когда не обращал внимания на многие грехи, и долготерпел идолопесие. Но когда Он воплотился в последние времена, Он восстал и сокрушил всех ненавидящих нас бесов, и не продолжает уже покоиться и долготерпеть, воздвиг в дом у Давида, то есть в Вифлееме, ибо там Он родился. Вифлеем, разумеется, город Давидов, Матфея 2.6 и Михея 5.2, сотворил милость не только с живыми, но и с отцами нашими, ибо благодать Христова простерлась и на них, хотя они уже умерли. Именно нам, живым, Он даровал надежду воскресения, и мы воскреснем. Но не мы только удостоимся этого благодеяния, а и те, кои прежде скончались, ибо вся природа получила это благо, и иначе сотворил милость с отцами в том, что исполнил ожидания их, ибо чего они надеялись, то увидели на Христе исполнившимся. «Благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое». Бытие 22.17. Авраам действительно умножился теперь, когда все народы через веру сделались его сынами, ибо как он уверовал, так и они через веру сделались ему сынами. Часто иные избавляются, но со страхом, и многими трудами и борьбой. А Христос распялся за нас без всякого, с нашей стороны труда, и избавил, наконец, без страха, то есть без опасности. Для чего же Он избавил нас? Не для того ли, чтобы мы жили в удовольствии? Нет. Но для того, чтобы мы служили Ему и ни день, ни два, но всякий день, и служили не плотским только поклонением и служением, но и в святости и правде. Кто держит себя в удалении от священных предметов и не прикасается нечестиво к вещам божественным, но сохраняет совершенное уважение к тому, что досточтимо, тот преподобен. Рано преподобен и тот, кто почитает родителей, ибо и они суть домашние боги. С маленькой буквы. И кто не любостяжателен, ни хищник, ни вор, ни прелюбодей, ни блудник, тот праведен. Захария, вот когда пророчествовал, то есть он имел в виду, что спасет нас от врагов наших, то есть от бесов, или все-таки, как все евреи, и именно что от гнета римского. Мы можем закладывать смысл, что враги во врагах плотских. Спасая от этих врагов, и те люди делают служение врагами, значит, и от них спас. Здесь двойная экстраполяция событий. Ударяет по одному, а если бес из него изгнал, он теперь ловил всех, горло перегрызал бесноватым. Изгнал-то бесов, а фактически изгнал и бесноватого. Теперь здравый человек, того бесноватого нет. Он друг, помогает теперь. Тут надо подметить следующее. Елизавета исполнила Духа Святого. Ну и что? А в чем это выражается? Как это человек вдруг? Выше ростом стал, говорит, или что? Захарий исполнился, и что? И провещевал. Исполнение Духа Святого это отверстие уста соответственно жизни. Не просто краснобайствовать. Ну а люди обнаруживали именно по этому. Он не мог говорить, друг заговорил. И второе, что говорит, это исполнится. А вот тут вопрос. А исполнилось ли? Сегодня два миллиарда людей не верят в это. Так они не верят. Говорят, это умышленные христиане, исказили все. Я у них был на дому, и два миллиарда. Уже тысячи с лишним лет верят, что христиане умышленно переписали Евангелие. Оно было не такое. А какое было? Но его не сохранилось того. То есть Дух Лжи два миллиарда держит под дым. А и лишенные, говорит, благодати. Лишенные. А что благодать? Спасение. Даром. Данное. Вот в этом все заключается. Просит хлеба, понят, супности даст. Когда вы просите? Итак, ну кажется, я прошу хлеба, а дальше написано, и подаст им Духа Святого. Да я не просил Духа Святого. Писание так говорит. Когда ты уразумеешь, этот сухарь заплеснилый, от кого? Ты будешь смотреть на все другими глазами, когда Дух Святой. Мне не раз приходилось беседовать с архиереями. Ну, мне так сказали. Ну, я так и говорил, вот против. Ты передал то, что тебе говорили, да. А ты проверял, правильно ли тебе подали или нет. Значит, ты во тьме был. Ты даже не понимал, что у тебя фишка в руках-то. Фальшивая. Ну, я же не Бог, я согласен. Но, на основе, если ты недвижен Духом Божьим, то ты ищешь. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Это каждый и ходи, и ты молись. Не Его. И в послании Климна, 8 глава, 9 стих. Не Его. Это вопрос из вопросов. Ну, а как узнать? А вот здесь исполнилось Духа Святого и начало говорить. Богородица исполнилось Духа Святого и стало свидетельствовать. Елисавета Симеон исполнился Духа Святого и стал свидетельствовать. Захария исполнился и... Ну, везде одинаково. Это результат. Я перечислил 4-5 человек и исполнение в Духе Святом дальше говорится, в чем оно выражалось. Не то, что он прыгать стал высоко, или разбогател, или болезни от него ушли. Нет. Он стал свидетелем Божьим. Свидетель Мартирос. Мучеником уже тебя не будут принимать. Гнали меня, буду гнать и вас. И чего удивляешься-то? А я говорил, он не слушает. Ну, Господь говорит нам сколько раз? Со дня рождения. Говорил, говорил. Я до 23 лет слышал, как говорил, и не слышал. Сейчас не настало. И 27 сентября только в 17.00 меня Господь поставил на колени. А я с детства слышал. Многое о Боге. Псалтырь была, Паразик, Пасхи, Яйца. Все это я знал. А жил по своей воле. Даже сказать страшно. Я иногда один дома, и память нахлынет. Считаю что-нибудь. Память нахлынет, я вот так вот сижу один. Слез не хватит. Ну, почему на меня выбор пал? Мой брат старший лучше меня. Он изобретатель, техник, электронщик. А ему Бог не открыл. Он до конца так и остался. Почему выбор-то на меня отпал-то? Нас десятеро. Не могу сказать. Господи, за что? И вдруг все открылось. И открылось. И Дух Святой коснулся, как в этот же вечер. В этот же минуту буквально только в корабль. Ну, маленький бегает. Катеров, который привозит матросов, которые на берегу были поувольнительной. Я только шагнул через борт, по лестнице поднялся. И первым уже стал говорить. А ты мог не говорить? Нет, я не мог. Не мог. Завтра весь караван кораблей знал. Караван кораблей на Балтике знали. Я сошел с ума. А у меня такая характеристика. Пользуюсь авторитетом. Член судового комитета. Учусь в высшем мореходном училище. И завтра мне биографию сразу переменили. Характеристику дали другую. Все. И картинку вывестили. Я там сидел на солнышке. Сон блаженного Игнатия. Уж понимали они, не понимали. Сразу стал врагом всем. И да и все желающие жить благочестиво, разве это плохо, будут гонимы. Будут гонимы. А на меня неправильно сказали. Радуйтесь и веселитесь, когда вас вонят. Здесь наоборот. Я замкнусь, а в храм не буду ходить. Я буду бурчать, бухтеть, сидеть. Ну где вера-то? А Бог почему так допускает? Чтобы очистить. Итак, бегите, чтобы получить. Многие бегут на стадионе, на реставище. А один получает награду. 600 тысяч вышли из Израиля. А спасло только два человека. Что тебе непонятно-то? А ты где бы хотел быть? Среди множества, которых залил Бог в песок? Или среди этих двух? Но эти двое, это еще сколько потепят. Еще Дух Святой их как будто бы не касается. Ученик бежал один быстрее, Петр пожилой сзади, а тот добежал и стоит. Видимо, боится, как котенок у меня в комнату новую заходить. А Петр первый вошел. Тогда и второй ученик вошел и уверовал. Как он уверовал, когда Господь воскресший пришел, и у прикал из-за неверия написано. Поясни, как они уверовали? Писание так говорит? Вот толкование написано. А он уверовал, что его своровали. Вот и надо говорить, что толкование. А как толкования не было, был бы сектант. Какое счастье быть православным. Он уверовал, что его нет здесь, что его своровали. Пустая гробница. Вот и в это он поверил. Я своими глазами видел, отдельно плац вывернутая, отдельно материя на нем, плащаница. И что? А Господь когда шел, говорит, и доказывал вам из закона, закон это Моисеев закон, из пророков, Исаия, Иеремия, Илья, 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 Псалтерия, из Псалмов. Шел и доказывал, доказательства должны быть по Библии, а не потому, что тебе что-то попало туда, разъело мозги. Христос показал, как доказывать. Я вам сегодня говорил про Владимира Головина, когда он подчеркивает, вот люди, которые имеют такие таланты, а потом последние карты накрыл моей биографией. А я говорю, чем гордиться буду? У меня ничего этого нету. Перечисляют там Малкеев и других. У меня ничего этого нету. Как умный ответил. А чем я бы я гордился-то? Видишь, как? У нас еще пытаются команды. А вы фотографируете. Ну и что? Ну я фотографирую. А у нас священник за это гноби, что вы на занятия ходите. А вот тут ты споткнешься. Я священника знаю. Я вас спрашиваю. За это преследуешь? Никогда. Что же на занятия ходишь? Он тебя никогда не тронет. Сказал, не причащайтесь. Там, иной священник говорит, молитесь, семестница. Все. А это уже дальше они наложили. Почему? А это им нравится быть одним. Свернуться и в виде ежика стать колючим и подойди. Вот и все. Не надо лгать. Вы лжете на своего священника. Я просто к примеру сказать. Это ситуация наша сегодняшняя здесь. Исполненный Духа Святого говорит, ты не знал. На Бог знал, что это не так. Ну да. Так почему у тебя связи с Богом нет? Ты прямо поднял руки, ты поднимал. Да, я в алтаре молюсь. Айписка мне говорит. И ты молился и сказал, Господи, покажи мне, кто такой Игнатий. Ты так молился? Так нет. А вот священник с Нижнего Новгорода молился. И ему открытие. И интернет выставил. Он говорит, а почему вам вопрос не зададите Игнатию? А какой? А вы спросите. Да. Я ему ответил, да. А было, чтобы люди обращались к православию? Спросите его. Он говорит, да. Теперь спросите еще раз. А куда эти люди? Куда направлял? Да в московскую патриархию. Да что вам еще надо? Во сколько там говорит? 2000. Сколько пришло? Не одного. А через 2 тысячи пришло. Вы что делаете? Мне Бог это открыл. А кто это? Павел Бочков, доктор богословия, московской патриархии. И все это напечатала газета Алтайская миссия. Ну просто же, прямо. Вот это сейчас батюшка там от Калинина Александра где. И мне его говорили. Он такой он клиническую смерть пережил. И меня на него вывели. Лена, у тебя дома это было. Я стал только говорить. Я вижу он обманывает. как узнали? Я не знаю. Я ему не верю. Я говорю это обман. Ничего у не было. Ты иди работать. На тяжелую работу иди. Я не работаю его не знаю ничего. Просто говори не работать. А сейчас пишут он нигде не работал. Он хитростью соседка откроет. открыла. Они бросились. Задушили денег. Он убийца. 80 лет уже отбыл. А теперь батюшки нашему вопросу как создавать общину. А зачем ему? Деньги. Они понимают община это деньги. А обо мне пишет Степаненко Максим здесь был. Вот вы говорите на Игнате он нынче только сколько тогда было у нас 550 кажется тысяч зарыл землю здесь. Да какой же это гуру? А потеряв ни одного рядом нет. Еще два блаженных вот вот сидит один да вот все говорит деньги залили в землю ну куда дамку делаю какая мне прибыль вот такое дело и священник помолился ему бог открыл другим открывает вы поверьте пройдет 50 меньше лет его канонизировать будут на меня и вот тогда вы узнаете я так как лягу я как пну из могилы так и вылетите оттуда как епифания знаете про епифания святой еврей мальчишка был есть принес вот пошли его продавать он тебе продаст а он продавать пошел осла мать говорит иди денег нет она вдова одна и он продает один подошел и осел у тебя хороший он говорит хороший но упрямый а мальчишка лет 10 может или 6 а как упрямый где грязь никогда не пойдет его надо только бить а он бегается еще когда ты продашь такого а кто ты такой я еврей а это еврей спрашивает он пошел на дом узнал епифаний архипистка будет острова почему вот такая детская непосредственность он не думает не как спрятаться а как открыть чтобы человек не обманулся чтобы хорошая память была встреча с нами и говорить что такой-то человек передник он стоит рядом не убегает попробуй у Яна Богослова был ученик один хороший но ему далеко я хочу одному поручил присидеть он говорит ты за ним наблюдаешь он ревност но бывает куда-то там когда вернулся ну и как у меня там этот ну называют его поперед степот да где он ушел с разбойниками связался и теперь этой бандой командуют да вы что да что вы наделали да ничего не делали сам раз прикормили два он говорит а где да они сейчас здесь в космолинском бору людей ловят ну и пошел он его видел бежал он кричит стой сын мой стой я я грех твой на моей шее я возьму то остановился и сразу упал заплакал и обратил его так говорит жития я за достоверность не вручаюсь но однако он не сказал ну все пропало это еще не все все досуда божия и внезапно ему все открылось и он в ужасе воскликнул что я наделал понятно мы имеем возможность трудиться над собою но и над другими вот мы сейчас коснулись этой темы свидетельство Духа Святого когда было через тебя неудержимое притом я хотел удерживаться внутри меня в костях моих как бы разлитый огонь я пытался удержаться не буду никому говорить о Боге только вышел и первым уже начал говорить Еремия знал это у тебя было это надеваться некуда в больницу меня запечатали походил начал соседу тут полумертвому говорить другому третьему в армии так же где-то а ты говори так чтобы слышно было далеко притом в этот момент ты ничего высчитывать не можешь я стал говорить офицер пришел они меня так избили вот челюсть сломали ну астраханцева знаешь это с ним я рассказываю Валера из бактистов пей а он не пьет и они его били били и челюсть сломали а потом начался суд и офицера всех осудили вот как он в отпуск приехал и ко мне на работу пришел я его записал на магнатфон вот так можно многое говорить и не иметь силы а это бывает сила Духа Божьего он сказал это только дело а тогда это значение имело другое вот фильм у нас предчувствие сегодня смотреть его оно не имеет этого значения но тот стоял на грани смены советской власти этот буквально ломал все фильм речь о миллионах людей которые посмотрели я приехал в Америку а мне говорят это вот он автор не автор а главный герой о фильме говорится директор кинотеатра мира большой театр коловокзала я сидела премьера шла у меня зубы щакали я думал у меня арестуют муж сидел я уцепилась за него прямо говорится о том какие коммунисты людоеды что они наделали со страной тогда сказать это надо было думать а сегодня партии нету власти хороша ложка к обеду а вопрос такой получается Захарий исполнился святого духа а до этого у него не было святого духа вот вопрос еще отвечайте он же в храм ходил там был перед священником или кем просто священником нет может быть это господь начал говорить как понимать то есть что он не имел духа святого или это особое состояние исполнился святого духа а в чем он говорит не надо здесь занятия идут не давайте это вот он все время рисует ты маленько слушай слушать надо и ты на уроках математики также будешь рисовать фигурки разные слушай что считается здесь вообще убери эту бумажку закрой ее дома сиди считай не снежную бабу лепи вопрос отвечайте ну в данный момент господь должен рассказать какое-то слово и вот он значит в данный момент когда он говорил исполнился а до этого момента допустим 2-3 часа было не духе да то есть это слово оборот что ли означает именно особое состояние именно в данный момент или вы говорите что то есть они духа имели а как а до этого где он был он исполнится святого духа я не понял вас какие вопросы вопрос в точку trade иначе упал мудры салам он сказал нетленный твой дух прибывает во всем нетленный твой дух пребывает во всем прямо салам рассказано дух божий прибывает вот во всей царе в этот момент ну и ему вопрос на поставила что до этого час назад у него не было духа святого Дары различные Дар жить в Духе Святом Не грешить Творить милосты Почитать родителей Это все в Духе Святом Для Бога Но сказать слово пророческое На этого у него не было То есть это новая ступень Ступень в жизни человека Исполненного Духом Святым В данный момент Как Серафим Саровский говорит Отходил от меня Дух Святой Я ошибался Так в Духе Святом Это Серафим Саровский Пишет об этом О себе самом Вот у меня покидал Дух Божий И все И я не мог сказать И я людям давал ответ Как вчера Оказалось что неправда Потом выявлялась неправда Это было неоднократно В житиях святых Поэтому бодрствуйте Лучше сказать не знаю Не знаю Нежели сказать Иди туда А тропинка выведет Другой конец Не знаю я Тут все перелопатили Больдозера Я не знаю где эта тропинка Которая куда надо ведет Я вообще-то знал Но сейчас не знаю Ну вот Люда Тут тоже говорит Царь Давид говорит Что Духа Святого Не отримей от меня Значит так Во время он уходит Да Вот когда он от греха Дух отходит Но тут за фаре Ну вообще у человека То есть это какое-то особое состояние При котором Ну не то чтобы добавляется Дух Святой То есть чтобы именно пророчество Да Бог дает что-то еще выше тебе Дар дерзновения Изречения Мысли Божьей в пророческом тоде Вот Ты же это не сам говоришь Не покайтесь Все так же погибнете Речь идет о будущем Ты начинаешь пророчествовать Вспомните фильм Иеремия Это он когда стал говорить Вы говорите Храм Господний Храм Господний Храм Господний Это Иеремия говорит Не я Чего вы надеетесь на кирпичи Все это будет разрушено А тот Он пророчествует Там показано стоят Двое разговаривают Пророчествует А до этого До этого молчал И вдруг все у нее по-другому Какое гонение Приходят на дождь Сдергиваясь в постели Буквально прибили его И отец сидит Не помогает никто Вот эти вопросы Они касаются четкости Ответ не расплывчатый должен быть А как ты узнаешь По Слову Божию Просто определителя другого нет Слово Божие Если они не говорят Как здесь Восемь двадцати сай Нет в них света Нет света Ты вдумайся в это Ну говорит хорошо Там то другое Но если не так Как мы апостолы говорили Даже ангелы являются Ангелы Десять, двадцать Анафема им всем Галатам Один восемь девять Сверяться только Со Словом Божьим Как мы говорили А вот явились апостолы Все и говорят не так Сегодня Как вчера Анафема Отец Геннадий Пас Это мне передавали Я могу не совсем точно Передать Но смысл понятен Ну его Видимо видели Вот такие большие знания Слово Божие И решили там Маленько Проверить Ну а если это вот так Тогда как Отец Геннадий Говорит Посмотрел и говорит Ангелы Он говорит Садись пять Понятно За Ангелы пять И не надо этого бояться Слово Божье Так говорит Но чтобы тебе это знать Надо учиться день и ночь И говорит что некогда Я вам сегодня говорил Некогда В Библии За тысячу шестьсот лет Сорок авторов Библии Только один раз сказали Некогда И когда было много Стечения народа Приходили И некогда было есть Пообедать некогда было У меня этого не было в жизни Вот у вас может было Не знаю Я все равно находил время Пообедать Как-то маленькое послабление Другому там отдал Или кусочек Вот некогда было И Господь дал им Определенный Период времени Передышку А тут на каждом шагу Писание считать некогда Куда позовешь Некогда Пойти на занятия Некогда Ты привык Повторять слово Которому не придаешь значение И за это будешь отвечать Запомни Один раз За тысячу шестьсот лет И вот когда у тебя будет Через твои проповеди Обратится столько народа И всем надо что-то ответить Помочь Накормить где-то Тебе поесть некогда Вот тогда Можешь сказать Сегодня столько народу было С утра до вечера Даже поесть некогда было Один единственный случай Даже не верится Так У меня сегодня Ну и может еще что-то Прочитаете Я хотел Отдельно там сделать Это Вот сюда можно Можно в это Как за вещами Прочитать Понятно Тут вот глава вторая Сейчас стих читаем еще один 76-й 80-й И ты, младенец, наречешься Пророком Всевышнего Ибо Предвидишь Предлецом Господа Приготовить пути ему Дать Уразуметь народу Его спасения В прощении грехов Их По благоутробному Милосердию Бога нашего Которым посетил Нас Восток Свыше Просветить Сидящих Во тьме И тени смертной Направить Ноги наши На путь мира Младенец же Возрастал И укреплялся Духом И был в пустыне До дня Явления Своего Израилю Толкование Кажется странным Что Захарий Говорит такие слова Дитяти Ибо С младенцем Ничего еще Не понимающим Не свойственно Беседовать Можно на это сказать Что Дитя сие Как рождение Имело Необычное Ибо В пришествии Марии Оно играло И пророчествовало В утробе Так Ничего Нет невероятного Если оно И после рождения Понимало Слова отца Приготовить пути ему А пути А пути Суть души Коим Господь Приходит Итак Предтеча Приготовил души К тому Чтобы В них Ходить Господу Через Сообщение Людям Познание О спасении Спасение Есть Господь Иисус Итак Иоанном Преподано Преподано Людям Познание О спасении То есть О Христе Ибо Иоанн Свидетельствовал Об Иисусе Познание Заключалось В отпущении Грехов Ибо Господь Иначе Не был бы И признан Богом Если бы Не отпускал Грехов Народу Ибо Отпускать грехи Свойственно Богу А Он Простил нам Грехи По благоутробию Милости А не за наши дела Ибо мы Не сделали Ничего доброго А Он Называемый Восток Призрел на нас Свыше Ибо Он Ис Солнце Правды И Воссиял Нам Бывшим Во тьме То есть В грехе Два Зла Господствовали Над природой Человеческой Незнание Боге В котором Находились Язычники И грех Которые имели Евреи Хотя И знали Бога Итак Он Явился Природе Человеческой Чтобы Просветить И сидящих Во тьме То есть В неведении И безбожии И сидящих В тени Смертной То есть В грехе Христос Умер За наши Грехи Поэтому Грех Всегда Сопровождаемый Смертью Справедливо Называется Тенью Смерти Путь Мира Есть Приведенный Образ Праведный Образ Жизни Которому Направил Стопы Наших Душ Воссиявшись Свыше Христос Отрак Возрастал Телом И укреплялся Духом Ибо С телом Возрастало И духовное Дарование И чем Более Расло Дитя Тем более Обнаруживались И силы Духа Так как Орудие Тела Было Способно Вмещать Их В пустынях Скрывался Он Дотоле Когда Бог Благоварил Я ведь его Народу Израильскому Ну Ну В нашей жизни Бывает Не всегда Так что Человек Растет И возрастает Духом Бывает И В конце Жизни Уверовал И там Возрос Духом А всю Жизнь Так Прожил Или Там Ну Не знаю С 20 Лет А здесь По всей Видимся Потому что Пророк То есть Все это Шло Параллельно Говорят Верить Как Верить Доказательства Такие Где Что Иллисавета Говорила Так Что Говорил Так Захария Доказательства Никаких Нет И Быть Не может Мы Дожди Верить Что Именно Так Он Сказал В таком Порядке Слава Стоят И Что Это Сохранилось До наших Дней И Что Перевод На русский Сделан Правильно Вот Тогда Будет Вера А Доказательств Ни на одном Этапе Нет А Какие Доказательства Да Тут Кое Что И Не Сходится С его Биографией А Ты Должен Сказать Толкование Как раз И Говорит Об Что Сходится Сегодня Много Говорят Перевод Неправильный То Другое Это Сатана С разной Стороны Подходит Вера Должна Быть Полная Ну Хорошо Я знаю Что Сказал Правильно А Перевод Неправильный То есть Здесь Написано Неправильно Еще Мне Тогда От Этого Это Место Я Просто Могу Замазать Ты Понимаешь Что За Этим Стоит Это Мне Уже Не Открыто А Вам Не Приходила Мысль Мне Говорят Что Это Подделка Была Нет Не Приходила Я Считаю Кощунственной Неверной Дьявольской А Доказательств Никаких Доказательств Он Есть Вспомните Мастер Маргарита Когда О Боге Говорит Он Сам Валан Говорит Никаких Доказательств Он Был Иисус Все Это Было Я Там Был Ну Конечно Он Был Дьявол Сойди С Креста Это Не Люди Кричали Это Глотки Человеческие Кричали А кричал Сатана В глотку Залез Это Он Кричал А Почему Потому Что Приближалась Смерть Христа Возмездие За грех Смерть Возмездие Есть А Греха Нет Сойди С Креста Потому 19 19 Таразаконие Незаконный Приговор Падает На Того Кто Его Вынес Это Цепи Заковывались На Сатане Вот Как Глубоко Надо Смотреть А Не Так Священник Меня Отлучит От Причасти Незаконное Отлучение Падает На Него И Ты Его Не Бой Нисколько Хоть Папа Боишься Мы На Этой Неделе Много Разговаривали Об Этому Другому Мести Под Разными Причинами Человек Обманывает Себя Обманывает Поэт Сказал Говорит Меня Обманывать Нетрудно Я Сам Обманывается Рад Рад Нигде Ни Одному Из вас Священник Не говорил Что Нельзя Фотографироваться Тут Быть Или В интернет Выставить Ну и Что Я Сидел Слушал Какой Канон Таких Канонов Нет Да Не Могло Быть Это Сатанинская Ложь Имеете Общение Друг С другом Кто Не Имеет Общение Не Имеет Крови Христа Знаете Это Что Следует Не То Что А я Все Рано В интернете Смотрю Ваши Ролики Не Написано Кто Смотрит Ролики А Имеет Общение Общение Не Дома Сидит Вот Человек Поглощен Уже Все А Вот Кабы Не Ты Я Ты На Меня Что Ты Имеешь Не Прощаешь Помнишь Зло Да Уж Сколько Раз Прощем На Дьяволу И Опять К тому же Приехали Бога Ты Не Знаешь А Дьяволу Служишь Ненасытимостью Против Тебя Согрешили Это 100 Динариев 100 Рублей А Мы Против Бога Грешим Тысячи Сотни Миллионов Золотом Миллионов Ну Талант Золото Талант 26 Килограмм Золота Вы Понимаете Что Это Такое Тут Можем У нас Сейчас Суперя Перестроить Три Кабар На Игорь Купил Разных И Сушил Моя Задача Не Выполнена Я Считаю Так Ну Все Я Сегодня Хочу Сделать Вам Зай